здравствуйте дорогие друзья рад вас приветствовать на своем канале железный замес сегодня у нас пойдет речь о системном блоке компании winga black widow вам покажется так правильно называется хочу сразу сказать что никакой заангаживности у меня компании winga нету я никакого к ней отношения не имею но так получилось что у меня принесли там кое-какие компоненты для перезагрузки так сказать одной системой пересборки то есть человек решил поменять системный блок видеокарту а материнку с памятью процессом решил оставить старую вот я когда увидел просто саму коробку я увидел прочитал название что winga меня сказал зачем ты ее купил это что-то ужасное вот но он сказал подожди подожди ты сейчас увидишь это как бы вещь которая стоит внимание вообще я скажу честно я компания winga отношусь достаточно плохо потому что у них изделия такие не очень хорошего качества их отличает это как по мне но когда мы достали системный блок он вы знаете вот он акван во первых не очень сильно напомнил системные блоки такое хорошо известная кто как бы из не рисуется вообще тема системных блоков это fractal design это такая шведская помощь скандинавская фирма который идет очень классный дорогие зараза но очень качественные системные блоки вот шумоизоляции такие тихие там ну классные они довольно таки классного качества и видга просто они решили ничего не выдумывать они просто взяли почти скопировали по большому счету системный блок вот мне кажется что спионерили они вот с этого вот ну вот в разницы много вы видите ну ножки другие а так в принципе и решетку как бы они поленились дело самого верха так в принципе более не менее ну понятно откуда вы как бы ноги растут мне кажется мне кажется что вот ну скажем так давайте так вдохновили их winga вдохновили их fractal дизайн мне кажется вот так вот значит чем он хорош ребята во первых он тяжелый я когда его достал я удивился что он тяжелый а потом когда посмотрел вот по паспорту он весил и весит почти там 9 килограмм а это говорит о том что у них сталь не такая уже галимая да там да да боковые стенки 0 7 миллиметра все-таки 0 5 0 7 знаете сразу по высоте это попасть по признаете ребята по сети по как бы весу а при сразу определяется вот и как бы знаете я у посмотрел там внимательно вот я просто надо было снять и просто показать вам его это случилось где-то недели три тому назад ну вот я нашел от хорошие фото я вам покажу я удивился 4 и usb входа у него есть кнопка включения системного блока значит под карточки памяти sd и micro sd есть ход то есть тоже функционал такой я вам скажу честно ребята ну хороший функционал однозначно согласитесь со мной вот сверху сеточка стоит то есть получается единственная минус этого блока что мне не понравилось что нет нет на одного вентилятора и какие-то вентиляторы ну можно какие-то недорогие там купить какие-то там 120 метровые витрушки на корпусные купите и как бы будет нормально вы знаете ну и скажу честно но откровенно хороший блок просто сам по себе вот достаточно сеточки не просто какая-то сеточка достается без как и а это даже сеточка такая с рамкой специально только видите даже специально вот я удивился даже когда достали там и мы его раскрутили посмотрели даже специальная такая выемка чтобы удобно было брать пальцами это не просто какая-то ерунда понять не просто чтобы там махались не махались как это достать достаточно удобно сделано как бы продумано какие-то элементы это приятно очень вы знаете сеточка также стоит и на задней крышке вот это вот к сожалению вот это вот эта пластиковая дверка но она такая знаете как такая вот рифленая поверхности по под алюминий сделала когда вы трогаете это как бы макаршу алюминий а когда немножко постучите понимаете что это пластик но такое аккуратненько так все сделал очень красиво смотрится она вот видите если такая сеточка стоит сзади то есть пыли туда очень тяжело будет попасть как бы такой ну крупным фракциям понятно если знаете как я вам скажу по пыли я говорил и скажи вот кстати вот шумоизоляционный материал проклеенный на всех вот на боковых на всех крышках налево и направо и на передней дверце проклеен шумоизоляционный материал то есть этот блок достаточно тихий значит скажу вам сразу один есть большой небольшой минус то есть когда если у вас есть допустим какой-то реобаз или какой-то dvd ром или какой-то blu-ray ром ну какой-то узел который требует 5 и 2 отсека дюйма вот его надо устанавливать так чтобы кнопочки были вот заподлицо с этой поверхностью что они не упирали иначе вот эта дверка на не закроется вот это немножко как бы я считаю вот есть кого-то этот как мне я думаю самый такой крупный косячок венге это вот это вот а так в принципе неплохой блок системный мне очень понравился конечно ну достаточно все продумано качественно вы знаете толстая сталь такая в общем удобный монтаж доказался очень ну я вам скажу честно я не ожидал потому что я видел остальные корпуса винги как-то попадались не магазин я пошел посмотрел как-то ну ну откровенно и слабые скажу честно просто слабые а здесь как бы достаточно интересный он и красивый в то же время и как бы и ну я думаю что он как бы прослужит вам долгие годы я я был приятно удивлен понимаете как бы я к чему это говорю ребята не потому что я там рекламирую там вот вингу там или дня книгу даже не имею я просто хочу если вы выбираете какой-то корпус допустим я дорогой наши корпусов на самом деле очень много ну вот начнем остановить стоит свой взгляд свой выбор что стоит купить достаточно небольшое количество и вот то что я предлагаю там своих обзоров каких-то это достаточно неплохие корпуса какие-то может быть чуть дороже какие-то недорогие какие-то весьма дорогие там до 100 до и выше 100 долларов стоит но это корпуса не сильно вот такие классные давайте значит пройдемся что интересно видеокарту можно ставить принципе любую вот длина и 417 миллиметров но там реально он поставил там по моему 2060 карт он менял себе и он взял такую дорогую по моему strix asus а да 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 strix asus трех вентиляторную она спокойно вместилась там еще на половину такой карты осталось место вот а вот так под почему потому что почти 40 40 почти 40 больше 40 сантиметров длина видеокарты может а там она помню там 31 до 32 сантиметра то есть значит если вы хотите поменять за надо будет поставить башену кулер то башену кулер 180 миллиметров поддержит то есть в принципе это достаточно большой выбор огромное количество на найду высоту можно выбрать таких башен и классный кулеров ну стали рассказал 0 7 миллиметра значит что здесь есть 20 к 55 25 дюйма 20 к 3 с половиной дюйма и 3 3 от сека 30 к 2 с половиной 20 к 3 с половиной немножко запутался нашла ты расширения 7 штук что я еще могу вам ребята рассказать про это вот интересное вот что вот хотелось бы астротировать внимание вот на сеточка снимается аккуратненько это тоже сеточка это такое получается такая клавиша нажимаете и сеточка это вынимается и вы спокойно можете почистили по помытью под водичкой высушить и поставить на место но скажу честно классные знаете вот хороший в общем если они вдохновились а от fractal design то я думаю что как бы они молодцы как бы полу ну вот этот блок у них получился системный вы знаете вот получился у fractal design изначально получился а у них пол как бы вдохновились они этим всем блоком и у них он как бы получился как бы сам по себе так что единственное я уже сказал но не боюсь повторить что там нету вентиляторов и сразу позаботьтесь а хотя бы вот потому что там можно наверх сказать я считаю вот насчет верхней крышки скажу сразу оговориться верхнюю крышку вентиляторе ставить не обязательно потому что ли там стоит как бы сетка а в этом системном блоке эта сетка стоит наверху нам не надо ничего некий вентилятор измушай горячий воздух поднимается вверх сам по себе и специально как-то выдувать его я не рекомендую но если единственно конечно если вас сбор как это будет супер горячая тогда конечно вы вентилятор какой-то там 12 поставки а так вообще они не нужны я считаю что это не надо вот вполне вот самый такой рабочий вариант это два вентилятора спереди один сзади это самое нормально купите какие-то из вентиляторы какие-то там или на подшипниках если хотите чтобы они были долговечные рекомендации такие или подшипник качения должен быть и хотя бы оборота было хотя бы там 1800 у них вот или до самые лучшие конечно это гидродинамические подшипники они как бы то не стоят но они стоят просто на других вентиляторах на дешевых обычно не ставят но они как бы чем отличается что там во первых в этих вентилятора где стоят эти куда ставят эти подшипники там как бы стоят такие вот интересные как обычно лопасти такой очень интересной геометрии что они создают меньше шума эти вентиляторы практически не шумные но увидят и сами по себе если вы поставите на низкие обороты там или на средние они сами по себе не шумные на атака не великолепные в общем хороший это как бы такая подсказка вам небольшая так что ребята если вы хотите купить системный блок там средней ценовой категории я вам рекомендую остановиться как бы на вот блоки винга очень хороший меня удивил парям очень приятно удивил и рекомендую вам его как бы покупки то есть ребята скажу честно еще раз говорю удивил меня мужа обычно такая пилиберда какая-то попадается винга такая ну как бы по винги хочу еще сказать как бы там не один там гость канала там или подписчики они знают там написал что хочет взять себе системный блок винга и что там по обзорам там один в один комплектую сисоник блок питания на 650 ватт по моему ну я посмотрел этот блок питания он стоит по моему там 70 чем-то долларов но сисоники стоит больше больше 120 там где-то 120 25 долларов за аналогичную значит мощности и хочу всем сказать ребята если вам какой-то обзорчик говорит что там стоит сисоники сисоники это самые дорогие сисоники и xfx и сисоники и xfx и но в данном случае было речь шла а сисоники это самые одни из самых дорогих систем блоков питания и он не может стоить дешево и нельзя если там говорят что если там винге стоит блок питания от сисоника но это мягко говоря это неправда так что ну знаете во всем мире как бы цены практически на все бренды они одинаковые но может там разница там 35 долларов может быть не больше и когда там вам предлагают блок питания за меньшую стоимость почти в два раза но подумайте а что там такое внутри вот вот принципе как бы такая концовочка как бы вот неплохой блок системных ребята рекомендую неплохой хороший возьмете себе просто понятие вы возьмете получите просто удовольствие от того что у нас стоит и он тихий главное хорошо продуваемости сейчас на этих отверстий вполне хватает для продува вот вот такой вот ребята получился такое небольшое видео я думаю как бы кому-то я помог сделать какой-то выбор для как для кого-то просто какая-то новая интересная информация увидимся на канале спасибо вам за внимание всего доброго